всем приветики я хотел бы показать вам как можно ограничить нагрузку на процессор средствами windows к примеру мне это понадобилось для того чтобы ограничить нагрузку на процессор во время рендеринга потому что я рендерю через suny vegas через magic и висей через высокий профиль и из-за этого нагрузка на процессор идет стопроцентная а так как сейчас лето на улице жара 30 градусов то процессор греется на 78 градусов чуть чуть ли в начале рендеринга соответственно дальше там уже будет и больше и у меня есть опасение что он может сгореть зимой когда на улице холодно то в принципе мой процессор греется на 68 70 градусов на летом когда на улице жарко и и в помещении жарко естественно и компьютеру жарче соответственно он сильнее греется и у меня есть опасение что он сгорит потому что он доходит до кричит до критической отметки 80 градусов и мне кажется и и похоже что может и дальше идти и немножко страшно становится спалить процессор поэтому как бы я хотел бы показать вам как можно снизить нагрузку на процессор получается вы нажимаете пуск панель управления электропитания и здесь настройка плана электропитания дальше нажимаете изменить дополнительные параметры и тут вот получается вас открывается такое кошка и здесь вы находите параметр управления питанием процессора и выставляете сколько максимум выдавать и но напряжение на процессор то есть выше будет на процессор подаваться столько питания чтобы он не работал выше чем на 70 процентов своей мощности таким образом вы сможете снизить нагрузку на процессор к примеру вот покажу два скриншота я специально во время рендеринга сделал два скриншота именно во время рендеринга не сейчас потому что процессор загружается на сто процентов и соответственно в этот момент записывать видео просто нереально поэтому я сделал скриншот и сейчас вам их покажу вот получается это был рендеринг вот этот вот скриншот когда был рендеринг и никаких ограничений не стояло то есть получается когда у меня здесь было сто процентов когда я не ограничивал потому чтобы умолчание сто процентов то вот такие вот были показатели. Оно рендерило 30 минут. Ну, видно, что 28 осталось, и минута 44 прошло. Ну, то есть, грубо говоря, вот я выбрал отрезок 10-минутный, и оно его рендерило, собралось рендерить 30 минут. При этом это была реально стопроцентная нагрузка на процессор. И вот видны показатели температуры. Снизу красные кубики. 77 градусов было, и оно прыгало 77-78. А это начало рендеринга. То есть, дальше, когда была бы середина, уже могло бы быть и 80, и 85. А 80 градусов — это уже опасная температура для процессора. То есть, он уже может... Как бы для него это уже как бы горячая температура. То есть, опасно, может и сгореть. И дальше идёт. То есть, легко можно спаять процессор. А дальше я ограничил до 70%. И вот специально здесь заскринил и окошко, на котором видно, что 70% ограничено. И здесь видно, что уже оно рендерит не 30 минут, а 45. То есть, оно рендерит дольше, потому что мощность процессора уже на 30% меньше стала. То есть, уже на 15 минут дольше рендерит. 10 минут будет рендерить не 30 минут, а 45. Но при этом температура доходит от 48, где-то 50 прыгает. То есть, явно, что уже получше. То есть, не 80, а 50, на 30 градусов поменьше. Явно, что уже процессор получше себя чувствует. И это его не спалит. При этом, получается, если посмотреть нагрузку процессора, ну, в этот момент, когда вот идёт рендеринг, рендеринг, оно всё равно будет 100%. То есть, программа нагружает процессор на максимум. То есть, если открыть, ну, всякие программы, которые показывают нагрузку процессора, будут показаны на 100%. И это на самом деле так. Программа нагружает всегда процессор на 100%. Но при этом... Ну, то есть, на максимальную его мощность на 100%. Но при этом его максимальная мощность 70%. Так что, хоть даже вы и увидите в этот момент, что при ограничении, что без ограничения, у вас будет показывать во время рендеринга 100%. Но только 100% от установленного состояния. То есть, если состояние 100%, ну, не ограничено, то оно... То есть, оно... Ну, как объяснить? Получается, что нагрузка всегда 100%, но при этом 100% у вас будет не больше того, что вы здесь установили. То есть, программа и остальные программы будут думать, что процессор загружен на максимум. Но на самом деле его максимум, вот он, 70%. То есть, он действительно загружен на максимум, но вы максимально для него установили 70%, и оно эти 70% максимально забирает. Но при этом для вашего процессора на самом деле это не максимум. Это всего лишь его какая-то часть. То есть, 30% где-то сохраняются. Таким образом, получается, что, когда вы ограничиваете состояние процессора, питание, которое на него подается, вы... Система будет на него подавать все равно настолько тока, чтобы он работал не больше, чем на 70%. Но при этом все остальные программы будут думать, что они загружают ваш процессор на 100%. То есть, и ваш процессор будет работать уже, получается, слабее. Как будто бы... Вот у меня i7 стоит, как будто бы если бы у меня стоял процессор слабее, например, i5. А если ограничить чуть на 50%, то программа... Ну, он будет работать так, как если бы стоял i3. То есть, i7 будет работать как i3, потому что его максимальная мощность ограничена до 50%. Но программа будет загружать его на максимальную мощность, на максимально доступную 50%, и думать, что это 100%. Но на самом деле это не 100%. И так на самом деле лучше. Потому что если вы ограничите специальный... Ну, есть же как бы специальные программы, которые ограничивают конкретно... Ну, то есть вы скачиваете программу, выбираете в той программе, какую программу вы хотите ограничить, и начинаете ограничивать. Это... Такого лучше не делать, потому что, получается, вы будете как бы ограничивать именно программу. И она может начать работать как-то с ошибками, потому что она будет пытаться развернуться на всю мощность, а другая программа ее будет как бы сдерживать, и могут появиться какие-то ошибки. А тут, получается, ее ничего не сдерживает. Она работает так, как ей хочется, думая, что она работает на максимум. Но на самом деле это не максимум, потому что ваша система просто не дает достаточного количества питания, чтобы процессор работал больше установленного значения. Таким образом, никаких ошибок в программе не возникнет, потому что ее никто не ограничивает, но и процессор не перегреется, потому что на него выдается не больше того питания, которое вы установили. Таким образом, это будет лучше. А почему так лучше? Ограничить процессор, хоть оно и дольше будет рендрить, потому что это сохранит его, как бы... продлит его срок службы. И так ему будет легче. Вот приведу пример. Вам предложат либо просто... Либо вам куда-то идти час, при этом на вас повесит огромный тяжелый рюкзак, и вы будете еле ноги переставлять. Либо вам идти куда-то надо будет 3 часа, но при этом у вас вообще никакой ноши не будет. Вы просто будете идти гуляющий. И что вы выберете? Сейчас идти мучаться и страдать от тяжелой ноши, или просто 3 часика прогуляться? Мне кажется, 3 часика прогуляться для вас будет легче, чем час идти, мучаться, страдать, тащить какую-то ношу, потом у вас будут болезнь ноги, спина. Так и тут, так и для процессора. То, что он поработает подольше, но зато он это сделает гуляющий, чем он будет мучиться и страдать, перегреваться, выжигать свой ресурс максимальной жизни, потому что чем он дольше работает на максимальных температурах, на максимальных мощностях, тем короче его срок службы. Поэтому лучше пускай подольше поработает, но зато полегче себя почувствует. Поэтому именно во время рендеринга я ограничу на 70%. А вообще, даже когда вы не рендерите, лучше установить максимум 90%, то есть, чтобы никакие программы не смогли нагрузить ваш процессор на 100%. 90% это вполне норм, потому что если процессор будет нагружен на 100%, из-за этого сможет начать все лагать. И система, и программа, все подряд. А когда он ограничен, то есть, когда у него есть запас 10%, то в принципе, как раз это и поменьше температуры сделать на процессоре, и разгрузить его, и в принципе, и какие-то лаги, которые должны были появиться на 100%, когда процессору тяжело, они снимутся, потому что процессор уже немножко свободнее себя чувствует. Поэтому по умолчанию здесь стоит в системе 100%. Лучше поставить 90%, всегда, чтобы стояли. А если вы рендерите, то лучше ограничивать до 70, 75, 80, примерно так, чтобы он сильно не нагружался, сильно не перегревался. Вполне нормально, я думаю, 75, 75 вполне норм будет ограничить во время рендеринга. Но я ставлю 70%, чтобы он еще свободнее себя чувствовал. Вот. Именно во время рендеринга. А так 90. Потому что система выдает ему его максимум. А не нужно на максимум нагружать процессор. Вот. Это именно то, чем я хотел с вами поделиться, чтобы вы знали, как сберечь как бы ваш процессор от максимальных нагрузок и от жесткого перегрева. Вот. Ну, а на этом все. Всем покидово. Субтитры Субтитры Субтитры